Это у нас пихта кавказская хейнцы этого года, то есть мы их засеяли 1 мая, сегодня уже 3 августа. Здравствуйте уважаемые друзья, сегодня мы поговорим о всходах пихты кавказской, и в конце ролика я отвечу на один вопрос по пихте кавказской, который мне задают мои подписчики. Посмотрим какой у нас получился, вышел сеянец, какая всхожесть, и что мы, результат наших посевов. Там видео есть как мы сеем, как я сею, и оно около часа, и примерно довольно таки все понятно, все видно. Сеянцы этого года, то есть мы их засеяли 1 мая, сегодня уже 3 августа, вот какая всхожесть, но всхожесть, если честно, очень маленькая, по сравнению с другими видами, всхожесть очень маленькая, ну процентов 30, но я доволен, потому что пихта кавказская, она очень плохо всходит, и надо уметь ее выращивать. Любая пихта очень трудно всходит, процент всхожести у каждой пихты по-разному. Например, в Сибирску я сеял, там почти 90 процентов сходов было, хотя все пихты 150-60. У меня получается все с каждым годом, это уже третий год я сею пихту кавказскую, и у меня с каждым годом все больше и больше получается, лучшие всходы. Поэтому в следующем году мы постараемся еще пораньше засеять, просто ее надо сеять пораньше. Пихта кавказская очень, очень хорошее и красивое дерево, его даже выращивают на то, чтобы отправить за границу на Рождество. Я знаю человек, который занимается этим, у них там удобнее, она красиво смотрится, и красиво ровненько растет, у нее витки хорошие. Схожие, да, меня не порадовало, но каждым годом все лучше и лучше. А вот здесь у нас двухлетка, вот здесь идет у нас двухлетка, которую мы рассаживали тоже в мае месяце. Она, видите, более ровно, ну, когда она росла так, она занимала буквально 5 метров грядки. Здесь в районе, а сейчас она занимает 12 метров, нет, 9 метров тоже, но это около, тут около 3000. Так что, в той грядке при сходах больше, чем здесь. Ну, двухлетка, вы видите, она дала один побег, но это потому, что ее тронули с другой грядки, пересадили однолеткой. Я думаю, ту мы оставим на пару лет. Будет ли продаваться она, я сейчас сказать ничего не могу, потому что, ну, я еще, не знаю, ей еще месяц расти. Будем думать. Ну, а теперь, уважаемые друзья, как я говорил в конце ролика, я хочу ответить на вопрос подписки, который мне задавали мои подписчики. Вопрос такой, скажите, на вашем сайте написано, что она не морозостойкая и выдерживает до минус 23 градусов мороза. Ну, я вам скажу так, у нас в этом году было 35 градусов, минусовая температура. Однолетка выдержала, ее не укрывали, сетка вот эта тоже будет убираться, и она не будет закрываться в гидроизоляции, в отличие от других сетей этого года. Поэтому мороза она не боится. На сайте, да, написано, но это я где-то вычитал, и поэтому я буду корректировать там на сайте все. Поэтому она довольно-таки морозостойкая, когда она хорошо приживается, то есть ей мороз не страшно. Ну, конечно, 40-50 там, я не знаю, как она выглядит. Но 35, я уверен, что довольно-таки красиво и хорошо все удерживает. Ну, на этом все, уважаемые друзья. Всего доброго. До свидания, с вами был Евгений Филимонов и потом никакой наговорик. Удачи! Продолжение следует...